Всем привет! С вами Чайковская Екатерина. И сегодня мы продолжаем с вами говорить о работе с нашей базой женской векторных эскизов, которую мы отрисовали. До этого я вам показывала, как делать заливки, как делать моделирование прямой юбки по длине и ширине. А сегодня я вам хочу показать, как делать моделирование на основе прямого платья футляра. И мы будем делать моделирование при помощи элементов и деталей. То есть на стандартную конструкцию будем что-то добавлять. Итак, у меня уже есть файл. Я в него перетащила эскиз платья. Сейчас я его сгруппирую и размножу, чтобы у меня было несколько моделей. На разных моделях мы будем делать разное моделирование. Специально выбрала для этого платье, потому что здесь более широкая вариативность. То есть если мы делаем юбку, то там меньше деталей мы можем добавить. Платье еще у нас получаются рукава, воротники и по подолу мы можем делать много всего интересного. Если же это там юбка или брюки, то мы ограничены только нижней половиной туловища, соответственно. Хотя можно добавлять какие-то лямки, бретельки, делать комбинезоны, но это уже такое более сложное. Я хочу поговорить именно о таком стандартном базовом моделировании. Смотрите, я создала 8 платьев, положила их на слой, слой заблокировала, чтобы он мне не мешался. И теперь мы будем с вами каждому платью добавлять какие-то элементы. Первое платье я оставлю как оно есть, чтобы мы понимали основа. Вариант номер 2. Например, я начну с моделирования рукавов. При этом рукава я могу моделировать так, как мне нравится. Это может быть действительно вточной рукав, это может быть рукав-фонарик, либо вот рукав-крылышко. Сейчас я вот такой двойной сделаю. В два слоя получаем рукавчик-крылышко. При этом я могу его оставить на одном рукаве. Или я могу стандартным методом, который вы уже хорошо знаете, сделать зеркальное отражение и получить модельку с рукавами. То есть платье я не трогала, просто дорисовала туда рукава. Что я могу еще сделать? Я могу сделать моделирование горловины. Прямо по верху рисую, ничего никуда не убираю. Например, хочу, чтобы горловина была более высокая, более широкая. Плюс ко всему, если мне что-то не нравится, помним, да, я могу точки подергать в разные стороны, могу их опустить, сделать выше-ниже, так как мне нравится. Соответственно, и в ширину их развести, это абсолютно на ваш художественный вкус и замысел. Если вы даже будете делать руками, руками это делать не так удобно, потому что понимаете, да, то, что я сейчас нарисовала объект сверху, и он у меня перекрывает то, что нарисовано внизу. Потому что у него есть белая заливочка. Если же я делаю это руками, то у меня будет все просвечивать. Ну, например, вот такая широкая горловина. Вот так вот раз, и покажем, что там внутри тоже что-то есть. Вот таким образом мы получили с вами горловину. Она отличается от той, которая была, то есть платье уже смотрится по-другому. Что еще мы можем сделать из простого моделирования? Ну, например, добавить карман. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. У нас добавился карман. Если вы обратите внимание, я сейчас не делаю никакого цветового выделения каких-либо элементов, но каждый элемент может быть другого цвета. Я могу это, ну, как бы делать больше, меньше, крупнее. Соответственно, я показываю просто базовый пример, что вы можете сделать. А потом уже вы можете комбинировать методы. То есть вы можете сделать и рукава, и горловину, и карманы. Вот таким образом. Например, вы добавили карманы. Либо можно просто добавить карманы и опустить их до низа. То есть вариативность карманов. На каждый элемент, который я сейчас показываю, то есть вы можете сделать 55 вариантов рукавов. Вы можете сделать 55 вариантов горловины. Можете сделать 100 вариантов карманов. То есть просто показываю, что имея стандартную основу, вы можете на нее добавлять какие-то элементы и получать, в принципе, уже достаточно другое изделие. Такое моделирование очень часто используется в промышленном производстве, потому что оно технологичное. И оно очень хорошо подходит для быстрой переделки существующей модели. То есть у вас уже есть конструкция, которая посажена, которая основная. Она у вас хорошо продается. Но продавать из сезона в сезон одно и то же вы не можете. И для того, чтобы ее разнообразить, во-первых, меняют ткани, во-вторых, меняют их сочетания. И также дополняют или видоизменяют какие-то детали, либо длины. То есть, соответственно, длину-то платья я могу сделать как короче, так и длиннее. Соответственно, это мне не доставит больших хлопот. Что еще я могу сделать? Я могу, например, добавить баску. Если такой вариант мне нужен, я спокойно добавляю баску. И, в общем-то, получается платье с баской. Притом форма баски может быть абсолютно любая. Сейчас добавлю такой простой вариант. То, что показываем, что оно заходит назад. При таком моделировании я сейчас делаю только с лица, но нужно обязательно еще и спинку прорисовывать, потому что непонятно, что там происходит на спине. И, конечно же, сейчас при отрисовке у меня минимизировано количество разнообразных отстрочек. Но вам их нужно будет нарисовать, если вдруг вы действительно готовите модель для производства. Вам нужно все-все прорисовать. Будет ли отсрочка по рельефу, не будет ли отсрочка по рельефу. Нарисовали баску. Что еще мы можем сделать? Мы можем добавить дополнительные членения. Соответственно, например, нарисовать кокетку. Раз, два, три, четыре. Вот таким образом и получаем уже кокетку. Плюс рисуем то, что она уходит назад. То есть, смысл того, что я вам показываю сегодня, это не показать какие-то удивительные модельерские решения. Нет, просто показать, что вы можете сделать с существующей базой. То есть, имея одно платье, вы можете, например, то, что я сделала сейчас, да, вот, например, нарисовала сверху. Это даже не кокетка, это пелерина. Вот эту пелерину. И с этой пелериной вы можете теперь работать очень долго. Вы можете делать больше, меньше, объемнее, делать ее разного цвета, еще что-то. Но это тоже как вариация того, что можно сделать с платин. Плюс ко всему вы можете добавить рюши, оборки, воланы и все, что в вашей душе будет угодно, там, по линии рельефа, к примеру. Все, я это делаю инструментом перо. Вот таким образом. Получилась такая вот рюшечка. Сейчас мы ее сделаем более легкой. Можно ей добавить легкий оттенок, чтобы она немножечко выделялась. Вот так. Плюс симметричного платья я легко и непринужденно делаю такой же элемент, симметричный. Ну, можно, например, сюда такую же рюшечку поставить. Получится такое немножко клоун-скарликинское платье, но смысл понятен, да, то, что вы можете добавить какой-то дополнительный элемент уже на платье. Вот такое. И также, я уже начала это говорить, вы можете добавить дополнительные членения. Во-первых, создать кокетку. И еще один вариант. Мы можем сделать с вами дополнительные варианты членений. У нас уже с вами есть рельефы, которые идут из промы. Мы можем дополнительно добавить какие-то элементы. Так, например, мы можем добавить членения и получить кокетку. Мы можем добавить членения и получить так называемые плечики-погоны. То есть, какие-то дополнительные членения, не выходя за контур существующего платья, вы можете добавить. Вот таким образом осуществляется работа в Adobe Illustrator. Работа по моделированию. Давайте я сейчас выделю те элементы, которые у нас получились новые, чтобы было понятно, что мы дорисовали. Я не могу сказать, что совсем все получилось удачно. Но как идея и как принцип создания, да, вам должно быть все понятно. Так, мы здесь дорисовали карманы. Здесь у нас с вами работа была с горловиной. И здесь мы с вами рисовали рукавчики. Вот таким образом осуществляется моделирование. При помощи деталей берется одна основа. И на нее добавляются разнообразные элементы. При том, сейчас я сделала моделирование по одному элементу. А вы можете взять и, например, сделать моделирование только по рукаву, только по горловине. А потом их все соединить и добавить разные рукава и горловины. При этом получить совершенно сумасшедшее количество вариантов и сочетаний. На сегодня все.